здравствуйте дорогие мои сегодня хотел рассказать вам джатаку джатаки это истории прошлых воплощениях будды шакимуни которые он рассказывал сам своим ученикам но и которые были записаны записаны и дошли сквозь века до нас но это такие поучительные сказочки в которых рассказывается от харме то есть высшей истины таким образом значит будда получал своих учеников ну и и нас путем путем вот этих историй ну истории во многом спорные смешные поучительные веселые поэтому ну что говорить не первая джатака которую вам рассказываю сегодня джатака сборщицы топлива ну то есть просто хворост женщины собирающий хворост те времена видимо это это соберут хворост костерок там или но в индии там тепло только пищу готовить все равно костер нужен был и началось это с чего что будда в то время жил в роще джета и у него очень много учеников несколько тысяч учеников подчас жила в этой рощи то есть видимо это все-таки был такой как бы храмовый комплекс не просто там роща это под деревьями они жили достаточно такие это уже сформированы потому что жил он там достаточное время там уже был быть налажен и в этих историях мы часто видим что социум монахи все равно вроде как идут по пути истины а все какие-то взаимоотношения там и зависти и злости какие-то там сплетни идут обычное вот такое общество человеческое как как сейчас так и тогда тоже хотя там вроде будда во голове но он вот с фон этими историями только пытался удержать эту всю банду от сообщества такое духовных людей чтобы они как-то куда-то шли в благостном направлении они просто там все разнесли ну рядом с этой рощи джета был городок и там царствовал царь и он взял в жены женщину которая была дочерью кшатрия то есть это такой индийский каста индийская достаточно высокая дочь дочь кшатрия он взял себе в жены ну это было замечательно потому что он сам был из касты кшатриев но уже он с этой женщины жил и не тужила уже там ребенок у достаточно взрослый стал уже то есть время прошло там лет 10-12 и он прознал что мать у этой вот супруги была ну и самый низший касты из там чуть не снизу шудр и это как-то его напрягло что там получается кровь то мне нечистая и он начнет свою жену и ребенка запер в покоях не позволял выходить потому что начал сомневаться может тоже там нет терки были женой какие-то с чего скандал начался какая какие-то конфликты он ага а у тебя там это матушка твоя была не кшатрием только папа кшатрии значит и наполовину кшатрии наполовину типа это и дела то блин значит ты мне вообще слова сказать ну может в житейском плане просто она хотела это прищемить значит и сын твой иначе то уже не имеет права на как говорится престол может быть он там пытался там себе какую другую жену завести ну как какие-то может быть житейские эти а он под это дело там и вспомнил что значит теща его было недостойной женщины ну вот это предыстория а буду значит жил соседней ну в этой рощи недалеко от этого городка и видим он какие-то он тоже наверно знал эту женщину царицу был у нее какие-то с ней взаимоотношения такие ну знал ее хорошо и по стало ему обидно ему вот монахи сказали о там значит нашу вот эту царицу то заперли в покоях типа домашний арест и там такой скандал в этом хотят ее вообще там лишить значит всех привилегий буду это ребята собираем узелочки пойдем взял с собой 500 этих монахов как такая поддержка батальон монаха взял с собой и пошли поэтому к царю но они с ним тоже были в приятельских отношениях когда к ним 500 человек завалило вместе с буддой сели на почетные места хотя где там 500 почетных мест это уже там целый дом культуры нужно организовать чтобы как-то и значит слушай такой подбуду значит царю бы прознал про твои эти проблемы хочу тебе рассказать историю одну историю который случился со мной то есть с буддой в прошлых воплощениях а ты послушай и вы там 500 этих монахов послушайте плюс там еще народа было еще там ну а царя тоже там всякие приближенные плюс народ потому все волнуется тематика такая кто же значит это куда же царицу девать и наследника в обществе напряженность царит поэтому ну значит история история от будды самого опять же жил был царь такой веселый молодой часто любил гулять не как-то он отправился гулять в лес отправился гулять и встретил там девушку которая собирала хворост обычную девушку такая вот она видно было из низкой касты там земли земледельцы или вообще там вот эти шудры ну как вот собирала хворост работала и царь здесь гуляет по рощам своим и что-то вот какая-то симпатия возникла ну это у этого царя к девушке то есть он к ней пристал в каком физическом смысле ну мы не будем большому тому что засилу как-то это но я царь давай с тобой значит это займемся любовью тоже ситуация такая дикая знаете пойдите в лес прогуляйтесь что вам скажет там это ну и девушки тоже наверно не с ней это и так ну в общем то все произошло как произошло но вроде как по взаимному согласию девушка вроде тоже была не против хотя есть сомнения мне в этом плане ну так вот значит произошел у них вот этот любовный контакт и девушка ему после этого говорит слушай ну так и я дальше замуж не выйду потому что вдруг я чувствую уже забеременела вот прямо она сразу почувствовал как как быть то может во дворец меня возьмешь или еще тот кого-то нет не удобно было значит может он этими делами занимался постоянно пользу по лесу и ходил чтобы это женщин встречать и там с ними развлекаться папа это типа вешеный значок я царь и это ловил женщин по лесу но об этом мы не знаем это мои домыслы извините за такую это вольность трактование говорит ну вот на те перстень и если у тебя значит родится дочка то ты этот перстень продай и на эти деньги может быть воспитаю видимо дорогой перстень был что на это можно всю жизнь прожить а если сын то ты значит перстень сохрани и когда он там пойму исполнить сколько там четыре года приходи ко мне и я его значит признаю своим сыном сыновлю иначе будет все нормально будете жить во дворце ну хорошо договорились девушка взяла этот перстень ушла ну естественно там через какое-то время родился ребенок в этого ребенка воплотился наш будда будда и шакимуни воплотился в этого ребенка ну и был конечно как в любом воплощении парень продвинутый и уже там в четыре года уже там такой философствовал и к маме начал приставать ведь мама кто мой отец потому что но там все в индии всегда там насмешничают без отцовщина там его во дворе там щелбаны ему там пытались отвешивать хотя попробуйте подписать щелбан буди будет вам на их и даже четырехлетнему ну в общем-то его тукак отравили во дворе что неизвестно кто отец и мамане у тебя и все в общем-то оскорбление шли поэтому он даже в четыре года приходилось мама где папа потому сказал слушай а ты значит не просто этот непонятно кто дворовый пацан ты сын нашего царя вот и все тот начал в дворе скажешь я сын царя на ним еще больше смеяться стали все это рассказы на сказочке ты еще нам расскажи еще какие-нибудь эти байки сын царя тут всем это тут сыновья царя потому что тут полюсу гулял всю дорогу пока ну разум не вернулся к нему ну ладно ну в конце концов так достал маманю что взяла на потому что неудобно и было во дворице типа поделал что там и муж пендель дадут еще и муж казнят даже за такие дела там своих хватало взяла перстень взяла сынка пришла во дворец но ее конечно не пускали сначала там будет что-то моего это вот привела мне вот перстень государя показывает его в конце концов приняла и значит царь вторым заре говорит ну что ты вот вот помнишь там столько лет назад мы с тобой встречались лесу вот это твой перстень вот сын тут ну блин не то но неудобно ему было он уже дядька уже но видно глупостям перестал заниматься при сам бродить и неудобно признаваться что он там ходил по лесам еще тут такими вещами занимался неудобно он нет это все фигня и перстень не мой и ты придумал все тут то ходит в вас таких говорят что вы тут это царя знали а я не это я серьезный человек брахман сижу тут размышляю судьбу вселенной а вы тут мне приходите сыновей приносит таки сыновей тут полный этот это полный город бегает этих голодранцев и в каждого признает царем и во дворец поселить ищите дураков сейчас прогоню тебя еще тебе плетей всыпем в общем подлец оказался царь хотя узнала и четко узнал что там за четыре года прямо на так изменился он узнал прекрасно просто неудобняка могут перед придворными перед родственниками что он такой гулино тогда мать уже в отчаянии говорит говорит ну не не доказательств не могу привести вот я сейчас возьму его это сына за ногу подброшу вверх хотя там каменные плиты могут значит четырехлетний ребенок может в отчаянии она была подброшу вверх если он зависнет в воздухе то значит он твой сын а если упадет значит все разобьется не нас мы там уж и насмерть потому что у каменные плиты были что там четырехлетнего ребенка она подкинет за ногу извиняйте тоже мама не тоже такая стоит стоит царя и реально берет за как говорится за пятку этого малыша раскрутила его подбросила вверх ну и глаза зажмурил потому что таки у него совесть было а он так как мы понимаем что это был будда он взял и завис вот прям в позе лотоса прям свернул ножки и завис и висит и посмеивается от всей этой бандой ну конечно царь придворный весь народ охренели просто просто выпучили глаза а буду ему стихами то говорит да там папа папа я твой сын вот вариантов тебя никаких ну так он стихами красиво ну и конечно все прям это и царь признал откать и мама не все будете жить во дворце и такое чудо весь народ прямо это и все значит закончилось хорошо и плюс хотя у нее там детей то еще было полно этого царя потому что он такой был действительно гуляка он это буду назначил своим главным наследником но он потом царствовал как говорится подхармия то есть был такой замечательный правитель ну пока не перешел в следующее рождение и вот эту историю значит буду рассказал этому царю и говорит ну ты посмотри а ты тут со своей женой чем занимаешься те что нужно какие доказательства те что там у нее это тут лишь это сам будда я там от женщины вообще там мужская тоже шудры которые там хора собирала и это же стал правителем ничего а ты вот не признаю царь тут тоже расплакался и жену свою простил при это и сына все но тем более у будущего 500 человек было заметьте тоже там с ними поспоришь монахи тоже такие тертые калачи вот и все буду танчик как разрулил ситуацию в государстве и ушел к себе в рощу но плюсы монахом сказал что нечего понтоваться своим рождением вы можете рождиться хоть хоть хомяком если у вас зерно есть души то будьте любезны давайте как говорится живите подхарми они чего там а я там этот а я генерал а я адмирал на у меня тут заслуги такие заслугами этими подотритесь вот и все главное ваше ваше направление на пути развития ну все дорогие мои такая простая джатака думайте что хотите пока